Глава третья. День, меняющий все. Дэнти Ранд придвинулся ближе и стал аккуратно забирать со столика грязные тарелки. Встречаясь с кем-нибудь из празднующих взглядом, он по старой привычке старался улыбнуться. Улыбка удавалась лишь наполовину. Правая сторона морды, навечно сохранившая на себе след от ожога, не двигалась. Но объем жизнерадостности и доброты у главного шеф-повара, а также его приверженность к столовой, практически не изменилась. Не изменилась и сама стейлбрическая столовая, интерьер которой кропотливо восстановили по фотографиям, сохранившимся с проходивших здесь гулянок. Единственное нововведение, какие удавалось заметить постоянным посетителям, помощники Дэнти Рана. Бегали по кухне в количестве четырех штук, ускоряя процессы помешивания варящегося и переворачивания жарящегося. А так здесь были все те же стены, все те же столики, все те же скатерти и все тот же веселый гогот, освободившихся от работы ученых пони. Все тех же, с примесью новеньких. Сегодня основной шум создавал небольшой чисто жеребцовый коллектив, в котором главенствовал начальник хранилища артефактов, отмечавший свой последний день независимости. На завтра в белом зале НИИ была назначена церемония, которую иные из знакомых с Коупрейджа и Везергласс уже не чаяли увидеть. Пара наконец-то оформляла отношения с законным, прописанным в уставе Стейлбриджа образом. Намечалась производственная свадьба с присвоением технических статусов муж и жена, но завтра. А сегодня молодые жеребцы, друзья черного единорога, уходили в безрассудство, дегустируя напитки, которые Дэйн Тиран в обычных условиях не разливал никому. Компания начала веселиться с официального конца рабочего дня и к закату только-только вошла в раж. «Позволь-ка!» Шеф-повар аккуратно вытащил блюдце, которое с Коупрейдж нечаянно придавливал локтем. Дэйн Тиран, изрядно невменяемый молодой ученый, не сразу сообразил, что от него требуется, а уже через две секунды напрочь забыл про посуду. «Дэйн Тиран, ты представь! Я женюсь!» — поводил копытом в пространство единорог. «Я! То есть, казалось бы, кто угодно!» «А тут я...» «Сочувствую, друг, сочувствую!» — кивнул Дэйн Тиран. «Нет, ты не понимаешь!» — ответил Скоупрейдж, в свою очередь, не заметивший тонкую иронию Дэйн Тирана. «Я счастлив! Вот настолько! Ой, извиняй!» В порыве демонстрации того, насколько он счастлив, Скоупрейдж заехал одному из компаньонов по носу. «Оно и видно!» — произнес начальник столовой. И отправился на кухню, где вручил поднос с грязной посудой одному из натаскиваемых подручных. Гуляющая компания продолжала травить истории и подкалывать друг друга, привлекая внимание припозднившихся посетителей, которые хотели цивилизованно поужинать на сон грядущий и уже пожалели, что не решили перекусить в своих квартирках каким-нибудь запасенным салатиком. Наблюдал за мальчишником и бурый земнопони в зеленой куртке, который за весь вечер попросил у Дэйн Тирана лишь один графин с водой. «Вечер добрый, шеф!» — сказал он, едва затих почти неслышный из-за общего гамма скрип входной двери, от которой земнопони был в пяти шагах. «Гуляют?» — осведомился Краулинг Шейд. Падок Уайлд сдержанно кивнул. «А чего ты с ними не гуляешь?» Земнопони скосил глаза в сторону зашедшего на огонек руководства. «Потому что я здесь начальник службы безопасности», — как само собой разумеющееся напомнил Уайлд. «А это потенциальная угроза для безопасности. Я должен все проконтролировать». «Ну-ну», — хмыкнул Шейд и двинулся к сдвинутым столикам, за которыми коротала вечер компания молодежи. Появление Бэтпони там моментально заметили. Кто-то притих, но вот чествуемый Скоупрейдж, напротив, попытался поделиться переполняющим его счастьем с новой мордой. Правда, связанность речи, успевшего изрядно навеселиться единорога, оставляла желать лучшего. «О, какие пони!» «Бэтпони, может, вы как-то с нами? Мы можем подвинуться?» «Да-да, мы можем подвинуться!» «Мы будем рады! Садитесь!» «Ну, садитесь, что вы! С нами!» «Благодарю! Но у меня режим», — ответил руководитель научного центра. «Однако я не могу полностью проигнорировать ваш праздник. Столь радостный день!» Бэтпони поставил на стол перевязанный бечевкой прямоугольный бумажный сверток, в котором что-то чуть слышно булькнуло. И пододвинув его поближе к центру, потому что Скоупрейдж неловким движениями копыт мог запросто смахнуть бьющийся подарок. «Это от меня и доктора Кьюр», — пояснил Шейд. «Главным образом от нее, ведь это из ее квартиры бутылка. Ей вредно, так что я, согласовав этот вопрос, презентую пенящий напиток вам». «Кстати, Кьюр передает свои извинения, что не сможет присутствовать завтра на церемонии. Она крайне счастлива за вас с Везерглаз и желает всего наилучшего». «Сп-с-с-ибо!» — с искренней благодарностью произнес Скоупрейдж. Он мне без затруднений раскрыл сверток и вытащил из него бутылку марочного ликера. «Эм, ого! Не кисло так! Будете? Ну, хоть немного!» «Ну что же вы!» Шейд стрельнул оранжевыми глазами по сторонам и подвинул поближе к себе пустующую бесхозную стопку. «Чуть-чуть, а за ваше счастье!» — улыбнулся Бэт Пони. Он решил уважить мероприятие, заодно запив снотворную пилюлю, приготовленную для превозмогания инстинктов ночного зверя. Кьюр, будь она рядом, подняла бы вой о том, насколько это вредно для здоровья. Но правда крылась в том, что без алкоголя таблетки помогать практически перестали, оставляя Шейды наедине с медленной текущей ночью и хороводами мыслей и воспоминаний, без которых он вполне мог бы обойтись. «Все, ребят!» — отклонился начальник, смакуя ягодное послевкусие ликер. «Веселитесь, развлекайтесь. Только помните, что послезавтра у вас всех рабочий день. Даже у тебя, жених!» «Я все прекрасно помню!» — ответил Скоуприш. «Не беспокойтесь, кто вы там будете?» «Пффф!» — рассмеялся единорог. «Да шучу!» «Я помню Шейд!» «И про другое тоже не забуду!» Компания вернулась к распитию даренного ликера. Надзирающий за ними падок Уайлд вернулся к размазыванию по столешнице капель воды, пролившихся из графина. Дейн Тиран вернулся к приготовлению ингредиентов для утреннего меню. Принцессы в далеком Кантерлоте сменили одно светило другим, и мир погрузился в прохладную ночную темноту. В столовой воцарилось относительное спокойствие, продолжавшееся ровно до того момента, пока перебравший жених не завалился на бок вместе со столом, на котором сидел. «Ай-эл-пал!» весело прокомментировал происшедшее с Коупридж. Падок Уайлд покачал головой и поднялся со своего места. «Ну все, попраздновали и хватит!» объявил он. «Теперь дотащите своего главного до дома! У него завтра важный день!» Поставленная перед друзьями главного задача осложнялась тем, что они и сами не все могли удержаться на ногах. Некоторых основательно заносило в стороны. Насмотревшись на попытки поднять нарочно прикинувшегося безвольным с Коуприджа, прерываемые взрывами дружного хохота, земнопони полез выполнять свое же поручение. «Тю! Ребят, меня герой Эквестрии спасает!» На всю столовую провозгласил Скоупридж. «Заткни фонтан!» сурово потребовал Уайлд. Моменты, когда его называли героем Эквестрии или победителем гигантских змей, его сильно раздражали, поскольку не соответствовали собственному представлению земнопони о его роли в недавних событиях. «А что мы такие злые?» В дыхании с Коуприджа Уайлд отчетливо уловил следы всего, что тот выпил за этот вечер. Начальник службы безопасности молча потащил шатающегося и запинающегося единорога в сторону выхода, оставив позади прочих участников торжества, благополучно вернувшихся к соревнованию по... «А не попробовал смешать это и вот это!» На выходе из столовой к падоку пришла неожиданная помощь в виде серой кобылки, появившейся из ночной темноты, чтобы подталкивать и поддерживать почти отрубившегося с Коуприджа. «А, Велди, ты здесь?» Ночная прохлада оказала благотворное влияние на почти отключившееся сознание единорога. Правда, ненадолго. «Пока здесь», — ответила Велдингбилд, поддерживая кренящегося ту в другую сторону жеребца. «Сегодня закончили отделочные работы в вашем хранилище свитков. Часть бригады уже уехала, другая, включая меня, уедет завтра. Так что больше ты меня здесь не увидишь». «Угу, здесь...» последовал какой-то ответ. Велдингбилд тихо усмехнулась и потрепала жеребца по холке. «Вот так вот. Бегал за тобой, бегала. А завтра придется отдать тебя другой». «Что ж, бывает, а не такое», — философски произнес Уайлд. Кобылка смирила его недовольным взглядом. «Слушай, я знаю, где этот женишок обретается», — сообщила Земнопуни. «Могу сама его туда довезти. А ты успокой остальных гуляк. Отбой, как-никак. Они там шумят». Ее замечание совпало с резким взрывом пьяного хохота, донесшимся из столовой. Это внесло коррективы в первоначальный план падока Уайлда. Он кивнул и побрел обратно, оставив Велдингбилд наедине с походившим на управляемую куклу субъектом, бормотавшим какую-то билиберду и периодически грозившим навалиться на спутницу всей своей массой. Учитывая ситуацию, Серая Пуни почему-то была крайне довольна. Левый глаз открылся на 10 секунд раньше правого. Это немного перераспределило боль в гудящей от вчерашнего веселья к голове. Но все равно для полного восстановления требовалось небольшое количество специальной микстуры, которую Скоупрейдж припас для снятия последствий мальчишника. Все-таки сегодня он должен выглядеть идеально, вести себя идеально. По возможности чувствовать себя полагалось тоже идеально, чтобы никоим образом не подвести Везергласс. Пам-пам-пам. Где тут это у меня? Единорог воспользовался тем, что лежал на боку на самом краешке кровати. Это позволило ему без лишних движений залезть в тумбочку, куда он предусмотрительно убрал тонизирующие средства. — А-а-а, проснулся! — прощебетал рядом приятный голос. Бутылочка с микстурой, едва подхваченная копытом, выскользнула и с тихим стуком упала на пол. Скоупрейдж очень медленно, со скоростью мельничного жерного повернул голову. Так далеко, насколько позволяла шея. И тогда разглядел серую кобылку, наполовину скрытую одеялом, не сводившую с него взгляда едва приоткрытых глаз. Дальнейшая реакция его свелась мгновенному слетанию с кровати. Велдинбилд едва успела подхватить край одеяла, который жеребец потянул за собой. — Что за... Блин! Ты чего тут делаешь? — хлопал глазами начальник хранилища артефактов. — В данный момент не хочу вставать. — Честно, — ответил Велдинбилд, томно потягиваясь и занимая место посреди кровати, перешедшего ее полное распоряжение. Скупридж, вспомнив свой изначальный план, подобрал с пола бутылочку с микстурой и разом высосал половину терпкого зелия. К его огромному сожалению, фантом серой кобылки в его кровати никуда не исчез. И для фантома слишком сильно давил на матрас. — Не-не-не-не-не, — выпалил единорог, лихорадочно перебирая возможные варианты развития прошлых событий и остановившись на наиболее вероятном. — Это все забавно, но я не дурак. Я тебя раскусил. Отличный розыгрыш. Хвалю как специалист в этой области. Он прервался, чтобы хлебнуть еще микстурой. — Отличная идея, знаешь, прийти ко мне под утро, лечь рядом, чтобы я подумал, что... Да, весело. Скупридж попытался за лихваски ухмыльнуться, но его хватило только на бледную улыбку последней надежды. Велдингбилд ответила «Ты сам-то в это веришь?» взглядом. Скупридж закрыл глаза и присел на цветастый ковер. Грифон ощипанный. — С мозгами Параспрайта! Что же я наделал-то, блин? — Нечто крайне приятное хочу отметить. — Прозвучал голос серой кобылки. — И плакать с чего? Ты же не давал никаких обетов, клятв. Они у тебя только на сегодня запланированы. — Исчезни! Не открывая глаз, простонал Скупридж. — Не переживай, исчезну. — заверял Велдингбилд, с недовольным видом выбираясь из-под дела. — Приятная во всех отношениях ночь сменилась куда менее приятным утром. Впрочем, она могла утешить себя тем, что для сидящего на полу единорога это утро было ста крат хуже. Уже сейчас он сквозь черную шерсть практически светился красным, и, казалось, от стыда мог в любой момент сгореть вместе с ковром. — Как я вчера говорила, я оставлю тебя в копытах твоей новой пассии, — честно сказала Велдингбилд, прикидывая, безопасно ли сейчас приближаться к Скуприджу, который слегка подрагивал от избытка эмоций. Хотя, наверное, этого разговора ты не помнишь. Учитывая состояние, в котором ты был, это нормально. Но и ты меня пойми, после стольких лет отношений мне не хотелось заканчивать их простым расставанием. — Отношений? — ошарашно переспросил Скупридж. — Каких сучара-вычара отношений? В колледже десяток встреч? Вагон твоих писем, которым не были безразличны? Или ты про тот случай, когда мы сообща собрали механическую байду, которая нас чуть не убила? Что ты называешь нашими отношениями? — Свои фантазии? — Не хочешь признавать, не признавай. Ухмелла Свелдингбит. Как я неоднократно повторяла, теперь эти отношения закончились. Ты нашел себе Везерглаз, с которым будешь жить счастливо. Я уеду в Мейнхэттен, где мне предложили работу в строительной компании. Кстати, могу оставить тебе тамошний адрес, если вдруг решишь заглянуть. Мышление у Скуприджа прояснилось не до конца, поэтому молнией он мог метать только глазами, а не рогом. — Я бы тебя сейчас в окно вышвырнул, — произнес он. — Вот только сам хочу в него выпрыгнуть еще сильнее. Да и первый этаж к тому же. Велдингбилд рассмеялась. Для Скуприджа этот звук моментально закрепился как самый ненавистный из всех. — Ну, с таким драматизмом, Риджа, тебе в театральное надо было поступать. — Произнесла кобылка, дошедшая до оставленной возле дверей рабочей обуви, грубых накопытников со следами краски и извести. Надев половину униформы, она повернула голову и пристально посмотрела на единорога. — Скупридж имел такой вид, будто был альпинистом на краю пропасти, в которую только что улетел его лучший друг. — Я не собираюсь никому рассказывать про эту ночь. И если ты поступишь так же, то и проблем никаких не будет. Улыбку, рассветшую на губах Велдингбилд после этой фразы, поэты и писатели издревле описывали примечательным словом «ядовитое». Она прекрасно знала, что Скупридж не станет скрывать правду от той, которую любит. Велдингбилд пожалел на мгновение, что планы по отъезду давно составлены, и ей не удастся увидеть, как именно черный единорог будет выкручиваться. Светло-серый Чейнджлинг лениво кружил над стеллажами и шкафами хранилища артефактов. Заполнявшие многочисленные ящики волшебные предметы, которые он распознавал и чувствовал на интуитивном уровне, обеспечили его официальным рабочим местом и должностью младшего научного сотрудника. Правда, должность была чистой формальностью, как для отдела кадров и бухгалтерии, так и для самого Чейнджлинга, так как зарплату он предпочитал получать в обедах, а не в битах. А заметив валившегося в хранилище Скуприджа, грохнувшего дверью так, словно она была его личным врагом, бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Скоуп рейдж, прочерчивая ножками стула царапины в полу. Он положил передние копыта на тот единственный предмет мебели, за которым всегда чувствовал себя спокойно. Бз-бз-бз! Тебе лучше не знать. Взгляд начальника отдела заметался по поверхности стола. Первым делом Скоуп рейдж схватил сложный оптический прибор, состоящий из скрипящихся к козырьку пары десятков разноцветных линз на подвижных коленчатых ножках. Он поднял в воздух свой гипермонокль, покрутил его, с сомнением покачал головой и отложил в сторону. Нет, это мне бесполезно. Он закрыл глаза, мысленно повторил, что пытается отыскать и сосредоточился. С окутавшегося аурой рога притянулись светящиеся нити чистой магии и медленно сплелись в продолговатый стержень с бороздками. Специальный ключ от расположенного поблизости секретера. После случая с визитом шайки кабалерона, обычные замки и засовы в хранилище остались только на ящиках, в которых лежали предметы, чувствительные к любой магии. Все прочие открывались иллюзорными кличами. Затаившийся бз! Научившийся не беспокоить сотрудников центра в моменты глубокой сосредоточенности, наблюдал, как темно-серый ключ, перед тем как бесследно растворится, открыл замок, с которым не справился бы ни один взломщик, даже располагая он соответствующими техническими приспособлениями. Скоупрейдж магии вытащил из секретера ряд увесистых книг, больше походивших на огромные школьные тетради. «Так, темпоральная магия — это зеленая обложка», — напомнил себе единорог, после чего спрятал книги неподходящего цвета вглубь шкафа. Зеленый журнал учетных записей плюхнулся на стол. «Будем искать», — продолжал приговаривать Скоупрейдж, скользя взглядом по страницам, содержавшим описание артефактов, историю их создания, цветные фотографии или рисунки, а также список и лиц, бравших предметы на те или иные нужды. «Это где-то здесь. Ментальный ревельсификатор. Два месяца назад в него залазил, пыль вычищал». «З-з-бз-бз-з-з», — поинтересовался, наблюдавший за ним со шкафа Чейнджлинг. «Ну, конечно, я знаю, что эта штука делает», — отмахнулся Скоупрейдж. На секунду он замер, напрягая память, все еще плохо работающую после злоупотребления прошлого вечера. «Ментальный ревельсификатор отправляет сознание, использовавшего артефакт пони на сутки в прошлое. Хе, идеально. Задействую ревельсификатор, стану собой вчерашним и не допущу всех этих бед, которые на меня свалились». Скоупрейдж вскинул передние ноги в победном джесте. «З-бз-з-з-з-з», — спросил Бз. «Тебе не понять», — твердо ответил единорог. «У вашего племени другая общественная структура и другие социальные связи. Да и способ размножения, наверное, другой». «Бз-бз-бз-бз-з-з-з-з», — сообщил крылатый подчиненный. «Да ладно», — присвистнул Скоупрейдж. «Эм, то есть, тьфу, блин, не мешай». Он с сердитым видом вернулся к пролистыванию книжки. Ему требовалось сосредоточиться на названиях предметов, а не на сюрреалистических картинах из жизни ченджингов. В торопях проскочив на три страницы вперед, он ругнулся, вернулся на нужное место и несколько секунд рассматривал фотографию зеркального цилиндра, внутри которого можно было различить сложный механизм из разномастных кристаллов, шестеренок и кристальных шестеренок. Цилиндр состоял из двух подвижных частей, вращающихся вокруг продольной оси. Собственно, активировался артефакт одновременным поворотом половин в противоположных направлениях до упора. Главным при этом было не переусердствовать, потому что реверсификатор отличался крайней хрупкостью, как внешней, так и внутренней, что Скоуп Рейдж усвоил еще два месяца назад. «Так, ящик Б4С9», — радостно произнес он. «Хм, я его в Б-секцию перенес? А да, высокая угроза темпорального дисбаланса». Скоуп Рейдж поднялся с рабочего места и направился в сторону запертых шкафов в поисках особой закрытой секции, куда помещались предметы не для плохих копыт. Попадание любой такой вещи к злодеям, вроде того же Кабалерона, могло обернуться трагедией непредвиденного масштаба. И все же это была не самая худшая категория предметов. К вещам, классифицированным литерой А, вообще запрещалось прикасаться без соответствующей защиты. Чейнджинг с тихим стрекотом следовал за начальством, стараясь все время находиться на уровне плеча Скоуп Рейджа с левой стороны. Окружавшие пони постепенно приучились обнаруживать тихо передвигающегося субъекта именно там и меньше пугались. Впрочем, этому конкретному пони, пугаться и вообще следить за спутником было некогда. Часы на его ноге говорили, что крайне важная для него церемония начнется меньше, чем через час, и Скоуп Рейдж надеялся, что пойдет на нее с абсолютно другими воспоминаниями о сегодняшнем утре. Манипуляции с сотканными из чистой магии ключами повторились, только на этот раз ключ был длиннее и заковыристие. Очередные меры безопасности, отсеивающие слабо тренированных заклинателей. Боковая стенка ящика мягко откинулась, описав четверть круга и открыла светящимся от алчности глазам черного единорога заветный цилиндр, криво отражавший его довольную физиономию. «Так, вот и все», — ликовал он. «Один маленький поворот маленького устройства, и я ни в чем не виноват. Ох, сколько всего я мог бы натворить с этой вещью, будь у меня злая натура!» «Бзззз!» — предостерегающий заметил «бзззз!» «Не переживай. Я использую реверсификатор только один раз», — заверил скууп рейдж, осторожно вытаскивая цилиндр и разглядывая разделявшую две половинки узкую прорезь. «Возможно, я даже оставлю об этом запись зеленой книги. Возможно. Я же честный единорог, и хочу всего лишь слегка исправить одну оплошность». Чейнджлинг-альбинос, наклонив голову, рассматривал артефакт в копытах начальника. Фасеточные глаза «бзззз!» видели в предмете нечто такое, что его сильно беспокоило, о чем он не замедлил прожужжать. «Так и полагается», — ответил скууп рейдж. «Мощная темпоральная магия!» «Бззз! Бззз!» «Ладно», — буртнул единорог, еще раз бросив взгляд на часы. Убедил. «Проверю эту штуковину. Осталось только вспомнить, куда я делал расклинатель. Ты поищи пока, я подожду». Если бы мимика позволяла, «бззз!» состроил бы предельно подозрительную физиономию. Слишком ужадно черный единорог вцепился в зеркальный цилиндр. Однако покрывающий мордочку хитин был недостаточно пластичен, и он ограничился прищуром. «Бззз!» — потребовал летающий анализатор магии, протягивая ногу. «С чего это? Пускай у меня побудет!» — ощутился скууп рейдж, прикрывая копытом бесценный предмет. «Бззз!» Скууп рейдж закатил глаза, но бережно передал реверсификатор «бззз!», не забыв прочитать ему краткую лекцию на тему аккуратного обращения с артефактами. Некое чувство самосохранения заставило его поверить в правильность поступка. В конце концов, Чейнджлинг мог видеть магическое излучение, незримое для прочих пони. А раз оно есть, хотя по описанию предмета быть не должно, надо потратить пару минут и разобраться. Потому что Везерглаз не обрадуется, если ее жениха в день свадьбы поджарит или наэлектролизует неведомые чары. «Такс, что мы видим?» Скууп рейдж раскрыл птичий клюв устройства, которое всегда лежало в верхнем ящике рабочего стола. Это была уже вторая версия расклинателя, более компактная и удобно располагавшаяся в копытах. Первый образец отправился в Балтимейр вместе с частным сыщиком по имени Бладхаунд. На темно-зеленом экране проступили светло-зеленые полосы, шедшие с правого и левого края, двигавшиеся снизу вверх зигзагообразным рисунком. Линии то сближались, практически сходясь, то отпрыгивали за пределы экрана. Скууп рейдж повозился с настройками, выставляя нужные параметры, после чего придвинул к себе книгу, хранящую, в числе прочего, информацию о фоновом излучении холодного артефакта и направил клюв расклинателя на реликвии. Если цифры не врали, а они делали это реже, чем читавший их единорог, то реверсификатор излучал следы недавней активности, формируя вокруг себя заметное лишь прибором или ченджингом поле, в 16 раз превосходившие показатели, зарегистрированные при поступлении артефакта в хранилище. Означать это могло только одно. Реликвию приводили в действие минимум 16 раз, причем с этого момента прошло не более суток, поскольку излучение не успело рассеяться. «Хм, интересная картина», — почесал загривок единорог. «Если артефакт кто-то брал, то почему об этом нет никаких записей? Это же нарушение всех протоколов». Он повторно посмотрел в зеленой книге все следующие за непосредственным описанием артефакта листы и даже заглянул на тыльную сторону обложки, не внес ли какой-либо умник туда запись о наличии дополнений к журналу учета, но не нашел ни следа каких-либо пояснений. Да и логика подсказывала, что ответственные сотрудники хранилища никогда бы не взяли артефакт без оформления сопровождающих бумаг, тем более вещь из Б-секции. Очевидно, что кто-то пришел, взял журнал и нашел запись о ментальном реверсификаторе, отправился в Б-секцию, открыл ящик и сделал это 16 раз. «Рассуждал Скуп Ридж, пока Чейнджлинг висел под потолком хранилища. Но для этого требуется создать два магических ключа. Один от шкафа, ну элементарная задачка, любой из штата смог бы. А над вторым от ячейки им пришлось бы...» Он заглянул внутрь книги и запнулся. «Опа! Я что, не записал параметр ключа?» Чейнджлинг опустился поближе к столу, чтобы тоже потаращиться на пустые строчки, на которые во все глаза глядел его начальник. «Так что получается?» «Вообще никто, кроме меня, ключ создать не мог», — прошептал Скуп Ридж. «Потому что я не написал, каким он должен быть. Только я мог отпереть этот ящик. Только я мог использовать этот артефакт!» Боковая стенка реверсификатора отразила его изумленную морду. Я активировал его 16 раз. «А почему я этого не помню?» Почувствовав, что загривок он себя расчесал до покраснения, Скуп Ридж изменил подход к стимулированию умственной активности, положил голову на скрещенной на столе ноги и уставился на лежащий перед его носом цилиндр. Он пытался вспомнить хоть что-нибудь, относящееся к артефакту, но пока что все попытки разбивались о непоколебимую уверенность, что последний раз лаборант брал вещь в копыта два месяца назад, когда осматривал ее перед перемещением в ящичек Б-секций. «Как я мог использовать его 16 раз, и чтобы это не осталось у меня в памяти?» Единорог снова потянулся за расклинателем и принялся играть с настройками. Еще раз проверив уровень излучения и не обнаружив никаких аномалий, он секунду подумал и переключился с темпорального диапазона на ментальный. И вот тут его ждал сюрприз, в виде двух параллельных прямых с редкими сполохами. Артефакт не работал. Вернее, работал, но неправильно. Перемещение сознания во времени он гарантировал, но сохранность этого сознания исключал. И если кто-то использовал его, то, скорее всего, становился собой вчерашним, но без воспоминаний о будущем. Следовательно, ничего в его жизни не менялось, и цикл с использованием артефакта повторялся. Уже семнадцатый раз. Скоупридж долго сидел неподвижно, устаившись на зеленый экранчик и пытаясь примириться с мыслью, что только что сделал открытие, полностью лишающего надежды на счастливый финал кошмарной истории. Артефакт был сломан. Скоупридж пытался найти ответы, натиснившиеся у него в голове вопросы. Когда реверсификатор вышел из строя? Работал ли он должным образом изначально? Повредил ли ему, устроенный два месяца назад осмотр? Можно ли его починить? Хватит ли на это часа времени? Каков теперь план действий? А теперь у меня проблемы, вздохнул единорог, но через мгновение его губы растянулись с хитрой улыбки. Хотя... Есть вероятность, что на этот раз сработает. Может, в его механизме и есть неполадки, но крутится-то он крутится. Сдвиную, проверю. Там понятно будет. Ченджинг-бзззз плохо разбирался в интонациях и настроениях окружающих пони. Но объективную оценку ситуации дать мог. Конечно, со своей инсектоидной точки зрения. Он видел артефакт, который активировали 16 раз. Очевидно, без достижения желаемых результатов. Иначе хватило бы одного раза. Также он видел одержимого некими чувствами единорога, от которого слабо веяло любовью, содержащие какие-то специфические примеси. Бззззз осознал, что Скоупрейдж сейчас потянется к цилиндру и активирует его, как делал много раз до этого, потому что в тех предыдущих случаях не нашлось никого, кто смог бы воспрепятствовать халатному обращению начальника хранилища артефактов с подотчетным ему инвентарными единицами. Пока Скоупрейдж тянулся к зеркальному цилиндру, Бзззз успел принять решение. Он молнией метнулся вперед, выхватил артефакт буквально у него из копыта и тут же взлетел под потолок. Наклонив голову, он молча наблюдал за ошеломленным стремительностью его броска единорогом, к чувствам которого теперь примешивалась немалая толика страха. — Не смей! — предупредил Скоупрейдж, нутром чувствуя, что перевертыш замыслил что-то недоброе. — Отдай мне эту штуку! Ты не представляешь, насколько она важная! Она сработает! Она должна сработать! Цилиндр окружило магическое сияние, но Ченджлинг держал добычу крепко, отчаянно работал крыльями и старался оставаться подальше от Скоупрейджа, одержимого каким-то необъяснимым стремлением к обладанию этой вещью. Его нужно было привести в нормальное состояние, и бззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз осколки внешних и внутренних частей реверсификатора. «Нет!» — протяжно выкрикнул начальник хранилища и подскочил к обломкам реликвии. Теперь на ее восстановление не хватило бы и года, а про использование, скорее всего, можно было забыть навсегда. «Ты паразит, крылатый, тварь зубастая! Чтоб тебя солнце сожгло, жук-переросток! Ты все испортил!» — орал единорог на висящую в воздухе бззз. Пустые эмоциональные оскорбления скоро закончились, уступив место адекватному мнению. «Нет, не ты. Это я все испортил. И как трус решил сбежать от ответственности. Шестнадцать раз! Да, меня действительно надо было остановить. Скупрыч собрал в кучку раскатившиеся шестеренки и осколки корпуса. За превращение предмета Б-категории в мусор его могли уволить без лишних разговоров. И это был уже второй поступок, который получилось бы замолчать. Все равно ящик с артефактом без соответствующей записи никто, кроме Скупрейджа, не откроет. Но, как и с первым проступком, единорог ничего решил не скрывать. Разве что признаваться в уничтожении реликвии собирался после важной церемонии, а не до нее. Белый зал, обычно посвященный заснеженным северным землям, еще никогда не был так прекрасен. И столько народа здесь прежде не собиралось. На свадебную церемонию пришли даже те пони, которые уволились после случившейся несколько месяцев назад катастрофы. Собравшихся развлекал шутками и разговорами профессор Вортекс. Сегодня единорог в темно-сером пиджаке не выглядел на свой возраст. Он охотно переходил от одной знакомой морды к другой, не забывая по пути перемигиваться с пегаской по имени Гуччер, бывший главным организатором этой церемонии. — Добрый день. Ага, такое событие. О, как видите, не жалуюсь. Устроился в Белтимэре? Да, у меня там много друзей. Ну, погода всегда была переменчива, уж мне ли не знать. Приятно видеть вас всех. Почти всех. На секунду голос бывшего метеоролога стал холодным, как фиксируемый им в прошлом температурные рекорды. Мимо Вортекса прошел Бэтпони в темных очках, который остался равнодушен к нарочито громким заявлениям об эпохе процветания Нии во времена Бикер и упадке науки из-за реформ Шейда. Пока пожилой единорог успешно отвлекал на себя внимание общественности, а Гуччер с помощью Редфилда спешно завершала последние приготовления, малиновая единорожка с красной гривой двигалась к белому залу со стороны технических лабораторий. В белом. Отделанным тончайшим кружевом, подобно взбитому пегасам облаку платья, она вышагивала по знакомым коридорам, слегка приподняв подол. Знакомыми мы были не только коридора, но и пыль, уборка которых ни во времена Бикер, ни в эпоху Шейда никто себя особо не утруждал. Дверь лаборатории за номером 10, которую невеста вместе со свитой, состоящей в основном из родственников, только что миновала, тихо приоткрылась. Пребывавшие в полном здравии уши Везерглаз, уловили тихий вздох и голос, который она ожидала услышать чуть позже. — Гласси, могу я с тобой поговорить? На голос обернулись все, причем сама Везерглаз в последнюю очередь. Она боялась крутить головой из-за того, что тонкие стишки в платье могли нечаянно порваться, поэтому поворачивалась медленно и всем телом. — Рейджи, — мягко произнесла она, — черный единорог по какой-то причине вздрогнул. — Разве ты не должен ждать меня там, впереди? — Я да, но... — замялся жених в темном костюме зеленоватым отливом. Надевать что-то полностью черное на его черную шерсть с Коуп Рейджи отговорили. — Мне хотелось бы тебе кое-что рассказать. Кое-что очень серьезное. Я... я не прощу себе, если ты узнаешь это в другое время. После всего. Везерглаз моргнула пару раз, вдумываясь в спутанную просьбу. Не нашла нищего против короткого разговора со своим без пяти минут супругом. — Мам, пап, тетя, вы идите! — обратилась она к своей свите. — Я вас скоро догоню. — Мы сразу в зале тогда сядем! — кивнул отец Везерглаз. С Коуп Рейджи, скрывая внутреннюю дрожь, наблюдал, как отворачиваются родственники-единорожки, как самогласие идет в его сторону. Не мог отвести взгляда от ее сияющих от счастья глаз, от ее улыбки. В этот момент Скоуп Рейджи ненавидел себе сильнее, чем манную кашу в детстве, сильнее, чем внезапный проливной дождь на пикнике, сильнее, чем комар над ухом в три часа ночи. Он открыл для себя эталон ненависти и возвел на этот пьедестал свою персону. Он ненавидел себя за то, что собирался сказать, собирался стереть эту улыбку, погасить эти искры. Он собирался разбить ей сердце своими словами. И, наверное, она простит его раньше, чем он сможет простить самого себя.